А сегодня мы с вами станем свидетелями невероятной рубки третьего четвертьфинала Thermopile Fighting Championship'а между командами Martial Arts из Уфы и FightPro из Санкт-Петербурга. Если кто-то смотрит бой в таком формате впервые, вам можно только позавидовать. Такие зарубы больше не увидишь нигде. Но думаю, нужно объяснить пару моментов. Во-первых, суть поединка в том, что обе команды выставляют на бой по 4 бойца, которые дерутся один на один, но вся команда находится в ринге. Кто из бойцов проигрывает, а проиграть можно или досрочно нокаутом, или решением судей по окончанию раунда, который длится 5 минут. Так вот, проигравщик покидает ринг, а победитель продолжает драться, но уже с другим бойцом из команды соперников. Таким образом выбывает команда, у которой не осталось бойцов. Во-вторых, форма ринга специально сделана прямоугольным образом, чтобы бойцы не могли много бегать и уходить от боя. Только постоянная рубка. Кстати, название турнира Thermopile – это ущелье, где 300 спартанцев совершили свой подвиг. Поэтому ринг символически такой формы. В-третьих, бои проходят по правилам K1, то есть без удара в локтями, без захвата в ног, без партера и даже без клинча. За это все судьи строго наказывают и даже дисквалифицируют бойцов. Должен быть только динамичный бой, что нам с вами и нравится. Куреш Сагов В данном бою ему это очень хорошо удается. А главное, соперники позволяют так работать. Кстати, лично мое мнение, что бойцы из Fight Pro уж слишком низкого уровня для такого турнира. Потому как дерганно они ведут бой, как стоят в стойке и защищаются. Можно сказать, что у них слишком мало опыта. Им сначала поработать бы и по любителям. Хотя, конечно, возможно, ребята просто перегорели и не смогли показать все, на что способны. При этом в одной такой же манере работали первые три бойца, кроме последнего, который показал довольно достойный бой. А я хочу вернуться к Курешу. В этом поединке он проявил себя героем. Спокойно и уверенно отработал троих оппонентов и был готов выйти и против четвертого. Он вроде бы и не устал, но все-таки товарищи по команде уболтали его дать поработать и им. Ну, хотя бы одному из них. Кстати, после победы эти ребята должны встретиться в полуфинале с Кузней. А там Железный Никифоров, у которого совершенно другая бронебойная манера боя. Вот на бой Никифорова-Исакова было бы очень интересно посмотреть. И я вам его покажу. Конечно, если они оба выйдут в полуфинал. А вы пока можете посмотреть не менее интересные бои в подсказках и в описании под видео. Пишите в комментах, как вам рубка. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Пускай посмотрят на Мегабой. А если вы хотите рубиться так же, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Также смотрите видео и подписывайтесь на мой второй канал в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Продолжение следует... Давуд Гаджиев остался против троих, один. Тоже невысок ростом, крепко сбитый парень. Да, вышел Антон Овечкин. Ну что ж, Давуд Гаджиеву сейчас надо творить историю. Либо уфимская команда просто в чистую, можно сказать, нанесит своих оппонентов. Да вот у них ставка на Куреша Сагова себя оправдала. Просто в полной мере, три человека минус. Отличный суперман-панч от Овечкина. Да, я вам скажу, Александр, команда из Уфы очень серьезная. Мы с нами хвалили Кузню, а Уфа-то... Уфа привезла таких ударников, что... Но не забегаем вперед, еще четвертая финальная пара, но пока фавориты прямо начинают определяться на наших глазах. Да, и что самое интересное, как раз-таки Уфа может встретиться в полуфинале с Кузней. Да, вот так у нас даже разные расклады будут. Да, вот абсолютно правы. То есть вот немножко мы серку сейчас посмотрели. Очень прямо интересный полуфинал нас может ждать. Такой достойный финала сразу прям. Ну что ж, это олимпийская система. Кто-то должен проиграть, кто-то выиграть. Мужественно старается Тахир Дамутгаджиев хотя бы одного своего оппонента победить. Антон Овечкин, мы видим, тоже не лыком шит. Хорошая у него техника ударов руками. Удары коленями эти жесточайшие окучивает он Тахира. Зажимает его в углу и... Ну что, все? Или Дамутгаджиев еще пойдет вперед? Нет, не сдается, не сдается Тахир. А вот это уже было, да. Все, похоже Антон Овечкин приносит победу. Ну да, вот так вот как бы техническая замена. Без потерь, можно сказать. Маршал Артс из Уфы проходит полуфинал. И какой полуфинал... Да, Кузне против Уфы это будет сумасшествие, дорогие друзья. Очень габаритные, конечно, участники в Уфе. Видим, что как раз... И техничные какие? Техничные ударники, мощные. Да, несмотря на то, что это первый турнир, но ребята здесь подобраны очень заслуженные, очень крутые. Команда-победитель, напомним, будет представлять нашу страну на всемирном чемпионате. Ну что ж, чистая победа команды Маршал Артс. Команда Маршал Артс. Ура! В 2013-ехнические финалы. Ура! Машина! И господин Алексей Файл, Парангельс файл, Активом в орлах, Сен-Петербург, Тайко! Да, сумасшедший полуфинал нас ожидает, дорогие друзья. А сейчас нас, я думаю, ожидает не менее сумасшедший четвертьфинал Ведь это будет очень принципиальное противостояние Потому что прославленный легион из Ростова-на-Дону Встретится с командой промоушена Fight Nights из Москвы Ну что ж, небольшая пауза и мы к вам вернемся Мы вернемся на фермопил Полуфинал Кузня против Уфы будет помповой просто Да, это будет сумасшествие Вот эти убийцы и перед этим были Они в полуфинале такой устроены, как в прошлом Только ради этого ждать можно Полуфинал достанет финала, так? Да, ну так и есть Вот нам и новые бои Что такое зрелище Какое регулярность вы хотите тортовать? Следующий чемпионат мира Я думаю, что это Знаешь, что мы с Японцами, я не знаю Что американцы, я не знаю Заглазим Заглазим Заглазим, что Владимир Владимирович, поскольку скажет Ну что, молодцы Почему мы играем в полуфинале и попробуем? Потому что нет Да, молодцы Молодцы Молодцы, настоящая спортивная команда в Сайдлайне Как же мы можем быть молодцы? А как вы проверялись вообще вся эта схема? Ну как-то вот, ну, тренировок на заборках там Потому что, ну, когда вот все это объявлено было Очень много было вопросов, да? То есть, ну, как это вообще ничего В реальность То есть, как видно Нет, ну, мы сейчас-то просто Ну, да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok